Всем еще раз добрый день! Меня зовут Ольга Беленькая, я руководитель учебно-методического центра компании Антиплагиат. И сегодня у нас очередной вебинар. Мы продолжаем наши круглые столы, это наш новый формат, куда мы приглашаем в качестве спикеров не сотрудников компании Антиплагиат, не даже наших партнеров, а приглашаем вас, приглашаем специалистов вузов, специалистов практиков, которые готовы делиться опытом. И сегодня у нас, как вы видите на слайде, тема это формирование навыков подготовки оригинальных текстов у студентов первого курса. С нами сегодня делится опытом Вятская государственная сельскохозяйственная академия. Вот, ну давайте мы сначала познакомимся с вами. Напишите, пожалуйста, в чате, из какого вы города, из какого вы вуза. Ваше имя и фамилию мы видим, то есть имя и фамилию можно не писать. Вот, представьтесь, пожалуйста, откуда вы. А я тем временем расскажу немножко наш сегодня порядок работы. Собственно, ну, проблему я уже озвучила. Вообще, нужно ли студентов специально учить подготовки, написанию, оформлению письменных работ. Потому что сталкиваются вузы со следующей проблемой. В течение всего срока обучения студенты сдают работы в бумажном виде преподавателю, в распечатанном виде. А когда они заканчивают свое обучение, возникает необходимость написать ВКР, и раз, тут сюрприз. ВКР, оказывается, проверяется на объем заимствования. И вот эти требования, они часто студентам остаются непонятны, как им соответствовать, почему им надо соответствовать, да. И все силы уходят на то, чтобы написать вот этот оригинальный текст, пройти проверку на плагиат, добиться определенного процента. Ну, и зачастую, конечно, начинаются всякие хитрости, всяческие попытки обойти алгоритмы, в том числе и недобросовестным путем. Вот, собственно, решили поговорить о том, а нужно ли со студентами проводить какую-то работу, и когда ее нужно начинать. Так, ну давайте мы посмотрим, что у нас в чате. Так, 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 сейчас я. Так, МГППУ Москва, Челябинск медицинский университет, РГИС Москва, Томская духовная семинария. Томск у вас, наверное, вечер уже, да? Так, Ярославская сельскохозяйственная академия, Институт Иоанна Богослова, так, Академия ветеринарной медицины. Ну, у нас много сегодня, да, вы видите, сельскохозяйственных вузов. Так, Государственный педагогический университет Уральский. Так, Бишкек, добро пожаловать. Воронежский государственный институт физической культуры. Так, Московская область, город Пущино. Естественно, научный институт. Мурманск, могу. Так, ну, здорово. Я не буду, с вашего позволения, зачитывать. У нас, как всегда, богатая география. Так, Сергий в посадке к нам присоединился. Хорошо. И я хочу вам представить сегодняшнего спикера. Это Валерий Павлович Дичков, доцент кафедры информационных технологий и статистики Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Вот, но прежде чем я Валеру Павловичу передам слово, мы хотим провести небольшой такой опрос. То есть, да, буквально вот из одного пункта, сейчас, из одного вопроса, точнее, сейчас у вас на экране появится этот вопрос, и я попрошу вас выбрать вариант ответа. Один вариант ответа, который вот соответствует вашему ВУЗу. Ну, и посмотрим, какая картинка у нас получится. Так, ну, смотрите, пока вот промежуточный результат. У нас есть один выбор, что студенческие работы не проверяются. Есть четыре варианта, что только ВКР. Семь выборов ВКР обязательно, курсовые, рефераты и так далее, по решению преподавателя. И большинство, 15, это ВКР и курсовые обязательно, остальные по решению преподавателя. Так, ну, у нас большая часть участников проголосовала, давайте я остановлю голосование. Так, ну, а сейчас я хочу передать слово Валерию Павловичу, и я отключаюсь. Валерий Павлович подключается. Здравствуйте, дорогие участники, я Динара. Мне бы очень хотелось проверить, как вы меня слышите. Поставьте плюсики, если вы меня слышите и видите. Так, хорошо. Звук добавьте тогда, если у вас все тихо. Я постараюсь говорить громче. Так, хорошо. Так, вот чуть-чуть. Я постараюсь говорить громко, чтобы было слышно меня. Тема нашего круглого стола, вот Георгия Сергеевна уже озвучила, это формирование навыков подготовки оригинальных текстов у студентов первого курса из опыта вяткой государственных социализаций академии. Тема эта непосредственно связана с проверкой текстовых материалов, текстовых документов на ориенальный корректность с использованием с помощью системы антиплодиаз. В начале с этой системой, мы сделаем разработка электронных образовательных комплексов для подготовки специалистов агропромышленного комплекса. И администрация академии попросила проверить все 95 ресурсов, которые мы разработали по 11 дисциплинам, так как эти работы сделали наши студенты. Ну и для того, чтобы убедиться, что уровень уникальности этих работ достаточно высокий, вот была перспектива такая, была ли не оставлена такой условия. Попытка выполнить проверку через систему антиплодиаз, которая в то время была, значит, доступна через интернет, не дала положительных результатов, так как максимальное количество ресурсов, которые можно было проверить за один день, это три штуки. Вот их 95, это считайте целый месяц, каждый день нужно проверять ресурсы. Тогда у нас встал вопрос, а нельзя ли это как-то упростить, ускорить и так далее. И мы обратились к компанию антиплодиаз. Так, написали им письмо вот такого содержания, и нам пришел ответ, в котором было указано, в котором было указано, что существует коммерческая версия системы антиплодиаз, которая называется антиплодиаз. Результаты проверки наших работ вы можете в этой системе, после того, как мы ее установили, мы ее проверили, и вот результаты видно на экране. Значит, есть работы, в которых уровень уникальности составляет 90,16%, но есть и такие работы, в которых уровень уникальности 32,26%. Конечно, 32,26% это очень низкий показатель, естественно, нам нужно было проанализировать причины, почему это получилось так, почему низкий уровень, или из-за неумения студентов работать с текстами, делать выводы об общении, либо просто, ну, бывает такое понятие, как человеческая лень, думать, и просто взяли готовые материалы, скопировали из интернета, и сделали из этих материалов этот ресурс. Научить писать студентов оригинальные тексты, конечно, это не так просто. Поэтому у нами была разработана определенная система формирования вот этих навыков. Для этого мы разработали несколько методиков, которые включали 7 этапов, 7 шагов. Они представлены у вас на слайде. Значит, выбор темы реферата. Значит, работа строилась следующим образом. Студенты вначале пишут реферат, потом делают презентацию, затем по этой презентации делают, значит, выступление и пишут статью на научно-практической конференции. Теперь остановимся поподробнее на каждой из этих этапов. Что, как мы делаем. Значит, на этом слайде представлены темы рефератов, которые мы предлагаем для студентов инженерного факультета. Если посмотреть, то эти темы напрямую связаны с непосредственно профессиональной деятельностью будущих работников. То есть эти темы все ориентированы на его непосредственное профессиональное умение, навыки. Для агрономического факультета темы, если даже и совпадают, то они должны обязательно иметь профессиональную направленность в соответствии с выбранной спецификой. Ну, вот у нас на агрономическом факультете мы готовим по шести профилям. И все профили в каждой теме, то есть тема одна и та же, а профили должны быть отражены разные. То есть должны быть приведены конкретные примеры для отражения вот этой темы в этой профессиональной деятельности. Следующий слайд посвящен темам, которые мы предлагаем студентам, обучающимся на экономическом факультете по направлению менеджмента и экономика. Если посмотреть, то опять некоторые темы совпадают, но отличие заключается в том, что необходимо отразить специфику выбранного направления, выбранного профиля обучения. Для того, чтобы написать реферат, студенты выбирают сначала тему, затем подбирают наглядный материал, изучают соответствующие источники, это могут быть как текстовые материалы, так и электронные материалы, и оформляют в виде реферата. Вот реферат состоит как традиционно из численного листа, дальше идет оглавление, на нем хотелось бы остановиться несколько подробно. В каждом реферате должно быть выделено следующий основной компонент, это введение, пять разделов в каждом реферате, в разделах могут быть подразделы. Вот, заканчивается реферат заключением, с которым необходимо сформулировать свои собственные выводы и предложения, и библиографическим списком, откуда взяты эти материалы. Для того, чтобы можно было потом проверить, насколько это самостоятельно работа написана. Дальше, введение, введение, здесь вот пример скриншота, да, значит, введение это общее сведение сначала дается, и заканчивается введение это формулировкой цели и задач. Задач должно быть столько же, сколько разделов в реферате. Следующий идет, это описание каждого из разделов. Описание разделов сопровождается соответствующими рисунками и таблицами. Таблицы должны быть оформлены в соответствии с требованиями стандартов, ну и, соответственно, в методических рекомендациях, которые мы подготовили по написанию этих литераторов, соответственно, за ее приводятся примеры, как это можно оформить. Вот пример заключения, как он пишется. Кстати, многие студенты, когда рефераты сдают, вот неправильно оформляют вот это заключение. Пишут или те же самые задачи, которые были сформулированы в введении, либо берут целые куски из теоретического материала и копируют эти куски в заключение. Естественно, преподавателю приходится дополнительно прикладывать усилия, чтобы студентов научить, как правильно это сделать. Библиографический список тоже должен быть оформлен правильно, потому что на этот библиографический список студенты будут потом ссылаться при соответствующем оформлении ссылок. Как видно из представленных фрагментов вот этих тем и оформлений рефератов, значит, каждая из работ имеет свою какую-то определенную специфику. После окончания написания реферата преподатель собирает, но студент обязательно в конце реферата дает вот такую табличку. Это табличка, которая характеризует оценку выполненного реферата, то есть по определенным критериям. Всего этих критерий 15. Эти критерии связаны как с оформлением, так и с написанием соответствующих разделов реферата. Если какие-то разделы отсутствуют или какие-то элементы отсутствуют, соответственно, ставится нолик, и уже итоговый критерий будет не 15 баллов, и, соответственно, оценка тоже будет снижаться. Оценка выставляется в соответствии вот с этими критериями. 14-15 баллов, если набрал, то есть критерий, значит, оценка будет 5, если 12-13, хорошо, ну и так далее. 10-11 это тройка, и недолитурительно, если 9 баллов. То есть 9 критериев из 15 всего реализованы в этом реферате. После того, как реферат написан, критерии подсчитаны, студент обязан проверить этот реферат через систему антиплагиат в режиме онлайн. При проверке он должен показать уровень уникальности не менее 50%. Вот в данном случае Казакова Ксения Андреевна, студентка агрономического факультета, написал реферат с уровнем уникальности 56,58%. Это достаточно хороший показатель, и по этому показателю уникальности данный реферат можно считать проходит отбор. Следующий. Значит, для того, чтобы студентам помочь повысить свой уровень уникальности, если он низкий, значит, можно распечатать отчет о проверке на заимствование, и, соответственно, это там же в антиплагиате есть такой режим, и, соответственно, те, значит, источники, которые были взяты, и уровень уникальности по ним низкий, то есть заимствований много, можно будет открыть и его переработать. Переработать так, чтобы было понятно, чтобы был уровень уникальности выше. Еще можно сделать справку о результатах проверки тестового документа. Все эти данные, вот данная студентка Александра Витальевна, она взяла с проверки антиплагиата и расписала в процентном отношении все данные. Это очень удобно при проверке преподавателем. Правда, не все студенты это умеют, поэтому на первых парах приходится их этому обучать, чтобы они вот из этого скупого, так сказать, отчета с тремя показателями, могли выйти на соответствующий отчет и распечатать его более подробные данные. Кроме этого, можно было проверить реферат в системе антиплагиат ВУЗ. Вот здесь на слайдах, на этом и на следующем слайде дается сравнительная характеристика проверки одного и того же реферата Василия Андрея Николаевича на антиплагиат в режиме онлайн и в режиме антиплагиат ВУЗ. Дело в том, что система антиплагиат ВУЗ, она имеет больший объем, так сказать, проверяемых баз и, соответственно, уровень уникальности понижается. К этому студентов необходимо подготовить, то есть перед выдачей рефератов необходимо обязательно провести инструктаж, как проверить на уникальность, как, значит, повысить эту уникальность и обязательно предупредить о том, что окончательный вариант, значит, реферата будет проверяться через систему антиплагиат ВУЗ. Эта система антиплагиат ВУЗ, она имеет большую базу, поэтому уровень уникальности может понизиться иногда до значительных величин. Но в данном случае уровень уникальности здесь составляет 40,63, это ниже, чем норма, установленная для наших рефераторов, уровень должен быть 50. В системе антиплагиат ВУЗ, если вы посмотрите здесь, тоже 40,95%. уровень уникальности здесь практически совпал, что в системе антиплагиат онлайн, что антиплагиат ВУЗ. Но это бывает не всегда, поэтому студенты должны быть к этому готовы. Проверка на, значит, заимствование в системе антиплагиат ВУЗ, она дает более подробную характеристику и в отчете. Если вы посмотрите, здесь уровень уникальности, значит, уровень заимствования проверяется по большему количеству баз. И, соответственно, этот уровень уникальности понижается. Ну и, соответственно, студенты, еще раз говорю, они должны быть к этому готовы. Этот отчет можно вывести, значит, с компьютера в академии и дать студентам на доработку, чтобы они те источники, которые они заимствовали в большом объеме, соответственно, их проверили. Правда, иногда бывает, что заимствование вынуждено. Так как у нас вот этот реферат, этот реферат сделан по экономике, по экономической информатике, то в этих рефератах, как правило, очень много приводится выдержать из законов, из положений, из стандартных документов, которые являются как бы подтверждением тех мыслей, которые делают, или выводов, которые делают студенты. Поэтому необходимо, необходимо, значит, к этому студентам тоже готовить. Дальше. Работа над повышением уникальности. Она сводится к выполнению, ну, вот здесь я привожу несколько вариантов. Первое. Переработка содержимого своими словами. Здесь нельзя просто заменять синонимы, синонимы слова и термины. Это часто студенты к этому прибегают, то есть они ставят вместо тех глаголов или слов, которые использованы в оригинальном тексте, качанном с интернета, вставляют свои слова, которые могут значительно отличаться и искажать даже само содержание. Проверить это очень сложно, хотя уровень уникальности в этом случае будет гораздо выше. Кроме того, использовать такой прием, как замена букв русского алфавита на букв английского алфавита или вставка текста, например, белого цвета, который не виден, но который позволяет увеличить уровень уникальности. Есть и другие приемы, которые позволяют повысить уровень уникальности. В интернете, если вы зайдете, посмотрите, там очень много различных вариантов. Ну и преподавателю, если он хочет добиться хороших работ, необходимо с этими приемами познакомиться. Дальше. Для того, чтобы поднять уровень уникальности, можно использовать соответствующие приемы редактирования самой работы. Для этого нужно там, где используются прямые ссылки, прямые тексты, оформить их правильно, то есть поставить кавычки и сделать ссылку на соответствующий источник информации. Система антиплагиат в этом случае такую ссылку не принимает как заимствование, а отмечает ее как ссылка, оформленная правильно, и, соответственно, процент заимствований понижается, а от процента уникальности увеличивается. Ну и правильное оформление текста из сети интернет. Очень часто студенты копируют, когда этот текст, они допускают неточности и неправильные переводы, особенно иностранных текстов, поэтому необходимо, конечно, прорабатывать этот текст до включения его в итоговый реферат. После того, как студенты сделали реферат, проверили его по критериям, по уникальности, они разрабатывают презентацию. Это второй этап работы и создания оригинального текста. Почему? Потому что презентация, это, как правило, средство наглядности, которое помогает студенту на основе вот этого набранного материала в реферате, сжать его, выбрать тут основное, самое главное, то, что необходимо было сказать в этом реферате. Вот. Для этого мы предлагаем студентам разработать презентацию. Вот пример презентации по теме реферата, который мы с вами рассматривали, который был разработан Андрея Николаевича. Значит, презентация состоит из 16 слайдов. Первые слайды, это слайды общие, значит, численный лист, актуальность, цель и задачи. Дальше идет слайд с разделами, которые будут в этой презентации. Ну и дальше идет раскрытие содержимого. На каждом слайде мы рекомендуем обязательно подобрать соответствующую картинку, для того, чтобы меньше было текста, ну и чтобы студент пошевелил, как говорят, извиненными, для того, чтобы сжать тот материал, который у него в реферате, до более компактного вида. Таким образом, значит, оформляется презентация. Презентация должна быть еще включена обязательно структурная схема, то есть они должны показать структуру или там классификацию, или какие-то виды. Это, как правило, в текстовых рефератах нет, и это необходимо сделать студенту самостоятельно. То есть он должен придумать вот эту структурную схему. Дальше он должен найти соответствующие, значит, цифровые данные, числовые данные, которые бы связывали данную тему или характеризовали эту тему, и по ним построить график или диаграмму. Эти вот три слайда, которые, значит, 11, 12 и... то есть 13 и 14, они необходимы для того, чтобы студенты могли потом при оформлении своих презентаций по рефератам, не по рефератам, а по курсовым или по выпускным квалификационным работам, могли это сделать из-за самой презентации. Ну и заканчивается презентация, это заключение, в котором в двух строчках нужно выразить суть всего, допустим, раздела в реферате, если он занимает четыре страницы. Кстати, о реферате я еще хотел рассказать, что реферат у нас состоит из не менее двадцати страниц. То есть каждый раздел четыре страницы, пять разделов, поэтому заключается двадцать страниц. Плюс еще оформление, значит, реферат должен быть примерно двадцать пять, тридцать страниц. Минимальный потолок мы обязательно устанавливаем, это двадцать страниц, а вот максимальный, это зависит от того, какая тема и как студент может творить. после того, как презентацию мы сделали, то есть студент сделал, он должен обязательно ее, значит, проверить по критериям. Критериев этих тоже пятнадцать. Эти критерии характеризуют как оформление самой презентации, так и ее содержание. Содержание по содержанию должно, естественно, обязательно раскрывать тему, которой посвящена презентация, и она должна быть взаимосвязана. Там в этой презентации могут быть ссылки, сноски, в колонн-титулах могут быть указываться соответствующие источники информации и так далее. Это все на усмотрение обучаемого. Обучаемая презентация, так же, как и реферат, она обязательно оценивается, оценки выставляются по такой же шкале, 14-15-5, 12-13-4, 11-10, это 3. Ну, а если меньше, то, соответственно, неудовлетворительная оценка. Дальше, по этой презентации, студент готовит выступление, то есть доклад. Эти выступления мы заслушиваем внутри группы или подгруппы, в которой учатся студенты. для того, что многие студенты, которые приходят к нам в академию, они до этого в школе ни разу не выступали, они стесняются выступать. Поэтому приходится прикладывать и внушение, для того, чтобы он поверил в свои силы и обязательно подготовил вот это выступление. Для того, чтобы прошел процесс подготовки к этому выступлению успешно, значит, к каждому слайду составляются соответствующие описания. И эти описания, то есть этот доклад студент обязательно показывает преподавателю перед тем, как выступить перед своими студентами, для того, чтобы можно было подкорректировать и справить ошибки, которые он допустил при составлении этого доклада. Доклад обычно мы составляем на 5-3-5 минут. Все зависит от того, сколько человек в подгруппе и сколько времени отводится на защиту всей подгруппы. Поэтому минимум 3, максимум 5 минут. Ну, а затем идут ответственные вопросы. Причем оценку студенты делают самостоятельно. Я как преподаватель не вмешиваюсь. Я просто потом подвожу итоги и выбираю 3 лучших доклада, которые понравились тем студентам, которые были на этой конференции. Мы оцениваем не только само выступление, но и презентацию. Для того, чтобы оценить выступление, вот мы разработали шкалу из трех оценок. Это уровень владения материалом, ответы на вопросы и общее сочетение. Можно набрать 15 баллов в зависимости от того, как студент выступил. И общая оценка опять же выставляется в соответствующий ведомо. Дальше три лучших доклада и все желающие естественно пишут статью. Статья мы готовим для нашей международной студенческой научной конференции. Эта конференция проводится у нас традиционно в апреле месяце. вот нынче она будет 4-6 апреля. Кстати, приглашаю всех, кто желает поучаствовать в этой конференции. Значит, положение у нас есть на сайте, можно зайти в Вятское ДСХ и скачать требования, которые изложены в информационной письме. Студенты оформляют этот реферат, вернее, эту статью по требованиям, которые я высылаю по электронной почте. в этой статье они должны отобразить основные моменты своего реферата и в основном ориентируются они уже на презентацию и тот доклад, который они делали на конференции. С учетом тех замечаний, которые были высказаны ребятами на этой конференции, ну и преподавателям, которые тоже принимают активное участие в обсуждении. Значит, результат вот этой написания этой статьи он потом обсуждается на нашей методической конференции, значит, и если эта статья соответствует критериям по отбору, кстати, статья обязательно должна пройти тоже антипогиат. Уровень уже уникальности должен быть не динже 70%, то есть, если у студента реферат написан на 50%, то уже статью он может написать только на уровень 70%. Таким образом получается, таким образом получается, что значит, мы постепенно поднимаем уровень оригинальности до того предела, ну, до которого практически он уже доходит. Так, теперь как поощряются наши студенты за то, что они участвуют в этих конференциях. Значит, у нас разработано положение рейтинговой оценки достижения студентов в Вятской ДТХ, которое включает много разделов, я вам покажу только часть этих разделов. Значит, студент заполняет вот такой расчетный вид рейтинговой оценки достижений, где он указывает свои данные и перечисляет, какие достижения были им достигнуты за определенный период времени. Как правило, рейтинг составляется за один-два курса. Значит, каждый из этих критерий, значит, имеется пять разделов, в каждом из разделе соответствующая табличка, в которой студент значит, определяет количество баллов, которые он может набрать, в зависимости от того, где, на каком уровне он участвовал, в возрасте, областной, всероссийской и так далее. Значит, эти все критерии, эти все критерии он прорабатывает самостоятельно, подтверждаются ответствующими документами. вот по выступлению на конференции «Знания молодых будущей России», мы выдаем ему справку о том, что он участвовал в конференции, что он написал статью, за статью, как видите, за тезисы четыре балла, а вот за выступление, за выступление на конференции там уже идет десять баллов. Соответственно, на первом курсе студент может заработать вот за это написание статьи выступления уже на международской конференции, он может заработать четырнадцать баллов. Но тогда вопрос касается стипендии студента, а у нас стипендия поощряется очень хорошей калитной прибавкой стипендии, это приводит к тому, что студент соответственно старается выступать не только на первом курсе, вот, как сказать, попутно сделать и полезное дело, и нужное дело, они потом и на старших курсах начинают наступать. Вот перед вами пример расчета студентки третьего курса. Уважаемые коллеги, но, к сожалению, у нас возникли какие-то технические проблемы. Под конец выступления Валерия Павловича стал прерываться звук и видео. Валерия Павлович, большое спасибо за интереснейшее выступление. Я забыла сказать о том, что завтра я обязательно отправлю ссылку на видео и презентацию. Уважаемые коллеги, есть ли какие-то вопросы в чате? Ну, на вкладочке «Вопросы» я вопросов не вижу. Если есть вопросы, еще есть возможность их задать. Я пока пользуюсь случаем хочу пригласить всех на другие наши вебинары. У нас в феврале будет активно обсуждаться тема интеграции. В частности, 13 февраля у нас будет вебинар по интеграции с системой автоматизации учебного процесса «Авторвуз». 27 февраля мы приглашаем наших партнеров АИПС МегаПро. Можно уже регистрироваться. Я сейчас в чате помещаю ссылочку на расписание наших вебинаров. Вот, пожалуйста, приходите, регистрируйтесь. Ну, а если вдруг вы не смогли прийти, не смогли лично поучаствовать, то все наши новые вебинары, они выкладываются на наш канал на Ютубе. Я сейчас также помещаю в чат ссылочку на наш канал на Ютубе. Пожалуйста, подписывайтесь, будем рады новым подписчикам, так вы точно не пропустите никаких новостей. У нас есть наш канал, поэтому всем рекомендуем подписаться. Так, ну что, я вижу, что вопросов нет. Если вопросы появятся, то все контакты, все координаты Валерия Павловича, они есть в презентации. Наши контакты, контакты компании Антиплагиат, они сейчас также перед вами. Вот методолог собачка антиплагиат.ру это моя почта, наши телефоны, e-mail нашей технической поддержки. Вот, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, всегда готовы помочь, поэтому пишите, звоните, будем рады. И еще раз большое спасибо Валерию Павловичу, я думаю, что это было очень полезно, интересно, информативно, и надеюсь, что ваш опыт, он будет распространяться таким образом. Вот, всем большое спасибо, тогда мы заканчиваем. Вопросов у нас нет. Большое спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания.